ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз спасибо вам, доктор. У меня просто крылья выросли. Все будет хорошо. Я вам обещаю. Спасибо. До свидания. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет. Так сияешь, как будто клад нашла. Колись. Может, букет собрать на твоё настроение? О, отличная идея. Тем более, есть повод. Повод большой. Поэтому я жду вас завтра с Валей у себя. Так нечестно. Я с ума сойду от любопытства до завтра. Нет. Первым обо всём должен узнать Витя. А Витя-то кто? Витя-то просто муж. А я? Я лучшая подруга. В общем, завтра с утра у меня. Сашка. Красота. Слушай, я ведь точно к моему настроению. Ты просто удивительный флорист. Всего пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хочу с подругами отмечить. Заинтриговала. Ладно, я буду. И принесу твой любимый медовик. Жду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Маринка, она завтра к себе пригласила. Я вот думаю. Рассказывать, что муженек ей изменяет или промолчать? Ты с ума сошла? Даже не вздумай. Рот закрой. На всякий случай скотчем заклеи, чтобы ничего лишнего не вылезло. Это не лишнее. Это самое важное, что ей надо знать. Она любит его, как маньячика. Ну, хорошо. Вот она узнает. И кому от этого лучше. А если она на себя руки, не дай бог, наложит? Ну, как же женская солидарность? Какая солидарность? Если Витя узнает, что ты проболталась, он поймёт, что проболтался я. Дальше продолжать? Да, продолжай. Витя мой начальник. Он мне прихлопнет тапком, как таракан. Всё, я поняла. Не поняла? Нам не на что будет снимать эту квартиру. Денег не будет, Саша. Всё, я поняла. Хорошо. Я ничего ей не скажу. Просто мне её очень жалко. Она его любит какой-то ненормальной любовью. Просто живёт им. Ну, правильно. Вот она его и придушила этим. Мужику хочется дистанцироваться. Это нормально. Все вы мужики такие. Пылинки с вас сдуваешь, напрягает. А рубашку забыл постирать. Истерика. Понятия не имею о ком-то. Я вообще не такой. И у нас с тобой всё по-другому. Угу. Витюш, привет. Привет. Как ты? Очень устал. Как собака. По какому поводу торжеству? Ты извини, что я без твоего вида мазотела, но повод прекрасный. Рассказывай. Так, ты голодный? Может, выпьешь чего-нибудь? Да. Ну, что-нибудь покрепче шампанского. Давай, может быть, виски? Ага. Сейчас. Спасибо. А я сегодня была у нового врача. Так. И он сказал мне, что я смогу стать матерью в ближайшее время. Отличная новость, Мариш. А он гений. Он изучил все анализы и определенно сказал, возможно. Знаешь, Мариш, я... Я очень, очень рад. А можно я займусь детской? Не рано, нет? Неизвестно же, как будет протекать беременность. Может, вообще придется на сохранении лежать. А там точно будет не до детской. Иди ко мне. Делай, как знаешь. Деньги – не проблема. Ты у меня золотой. Тебя очень люблю. Как мне с женой повезло. Приезжаю за полночь, пропадаю на несколько дней. А ты еще не разводишься и не разводишься. Ну, я же знаю, что ты работаешь для нас. Знаешь, сегодня на трассе застряли пять фур с продуктами. Вымотался. Может, супчика горяченького? Нет. Пойду в душу. Ну, что ты моешься туда-сюда? Что там? Валь. Ну, чего ты? Давай, рассказывай. Ну, чего ты? Давай, рассказывай. Чего ты ее ненавидишь-то? Чего ты ее ненавидишь-то? Да она ни дня не работала. Дом полный чаши. Занимайся чем душе угодно. Это сейчас камень в мой огород? Да и вообще не про тебя. Просто я понять не могу. У нее столько возможностей. Она выбрала единственное занятие – служить мужу. Валя, решись и расскажи. Почему ты такой черствая? Рассказать, да рассказать. Ее это убьет. Мы с Маринкой со школы вместе. Она нас с тобой познакомила. Да. Я ей за это очень благодарна. Мне обидно, что за ее спиной вот так вот шушукаются, а она даже не в курсе. Я завтра ей все расскажу. Но все равно страшно. А если Виктор узнает, кто ее просветил? А он твой начальник. Я тебя умоляю. Он нам еще спасибо скажет. Все, пойдем спать. Что за торт? Медовик. Надеюсь, без сердечка? Ну, просто медовик. Так, что делать-то будем? Молчать или говорить? Я бы не хотела узнать, что Денис меня изменяет. Да? А вот если бы вы мне не рассказали, что Костя ходит налево, я бы с вами точно здороваться перестала бы. Знаешь, что мне кажется, Саша? Мне кажется, Марина нам скажет, что она беременна. Тогда Витя точно с ней останется. Решено. Молчать будем. Денис говорит, надо сказать. Все знают, что он ей изменяет. Ну, с кем? Денис не говорит. Костя тоже молчит. Девочки, вы не представляете, как я рада. Очень нужен ваш совет. Вот. Какой дизайн выбрать? Я сегодня всю ночь не спала, все думала, потом собрала все в одну кучу и никак не могу определить. Это что, детская? Ты беременна? Скоро буду. Ну, может быть, подождать и узнать сначала, кто будет мальчик или девочка? А когда это будет? Врач сказал, скоро. Вы думаете, я сошла с ума? Да нет. Ну, я действительно немножко не в себе, но это отчасти, девчонки. Может быть, торт с чаем? Отличная идея. Да? Пойдемте к столу. Да, чай-то очень хорошо. Как раз обсудим мои цветочные проблемы, твоих заказчиков и мужей наших, наконец-то. Да? Да. Увидела в каталоге новый сервиз, решила порадовать Витю. Он очень любит пить чай из красивых чашек. А я бы с удовольствием новые носки купила. Точно. Куда они исчезают? Я кладу в стиральную машину пару, достаю одиночку. Кто их крадет? Это, наверное, носочный божок мстит женам. Саш, давай сменим тему. Я считаю, что носки как семья. Вместе ложишься спать, а утром просыпаешься, мужика следа нет. А ты одиночка. И понимаешь, что его кто-то украл. Ну, нужно перевязывать друг друга перед сном. Завязала узел и спи спокойно. Какой узел? Любовный. Девочки, давайте начистоту. Что бы вы делали, если бы узнали, что муж вам изменяет? Ну, сначала надо проверить. Как? Телефончики покопаться, карманы проверить. А еще лупы можно проверять, одежду, может быть, женские волосы там. Я не буду ничего проверять, я сразу по глазам все пойму. Да ничего ты не поймешь. Даже не думай. Я бы, наверное, постаралась его вернуть. Я бы сразу выгнала за шеи. Все. Я не знаю, что бы я сделала. Наверное, умерла бы от коря. Или превратилась в лед. Привет. У себя? Занят. У меня дело срочное. Костя! Костя! Он занят и просил не беспокоить. А я не могу ждать. Это важный контракт. Это что еще такое? Убедился? А теперь иди и не мешай мне работать. Кто там у него? Да ладно. Черт, 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 как это все не вовремя. Да, я ничем не могу тебе помочь. Ульяна, как только он закончит, пожалуйста, покажи ему вот это. Не получится. Виктор Павлович сегодня уезжает в командировку. На неделю. Мы с его командировками скоро без работы останемся. Помяни мое слово. Постараюсь, но не обещаю. Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Ваш муж вас изменяет. Алло? Кто это? Девушка, девушка, а вы как? У вас что-то болит? Голова раскалывается. Вот что, давайте я скорую вызову? Мне нужна никакую скорую. Жить не хочу. Ще, дождите. Опа. Еще на секунду. Алло. Алло. Где, скорая? Девушка сознание потеряла. На стоянке возле… Возле торгового центра. Мариночка, ты как? Ее состояние не вызывает опасения. Ну, сознание же она потеряла. Спазм сосудов. Такое бывает от нервных потрясений. Так вези меня домой. Конечно. Ну, ты и напугала меня. Я смотрела одно шоу, там жена убила любовницу мужу. Я отсидела семь лет. Знаешь, что она сказала? Нет. А что? Я сделала бы это снова. Ну, ты давай ерунду всякую не смотри. Давай, помогу тебе. Не надо. Я сама. Оставьте меня одну. Ну, хорошо. Доктор, она беременна? Нет. Это мы проверили сразу. Никогда с ней такого не было. А это опасно? Пусть дома успокоится. Потом сдав все анализы. Мы проверим все возможные причины. И тогда я смогу сказать что-то определенное. Мне кажется, что это нервный срыв. Причин никаких не было. Прошу прощения. Мари. Ну, ты как себя чувствуешь? Мариш, что-то случилось? Ты что, сраный себя ведешь? Что ты ищешь? Я, между прочим, улетаю сегодня. У меня важная командировка. Сегодня, Витенька, ты пошлешь к черту все свои командировки, а я работаю по ночам. Вот тебе и надо. В моей жене я проснулся диктатор, я что-то пропустил. Ты пропустил меня? Так, скажи мне, что ты ищешь? Я не пойму никак. А помнишь, когда мы ехали в ЗАГС, у нас на капоте стояла фигурка влюбленных? Ну, что-то стояла, помню. Вот, мне нужно ее найти обязательно. Господи. Зачем? Скажи мне, вот зачем она понадобилась тебе прямо сейчас? Так, я, кажется, вспомнила, куда я ее спрятала. Вот она. Так. Либо ты мне сейчас все объясняешь, либо я уезжаю. Что это? Сейчас все узнаешь. Детенька, я тебя очень люблю. Ты это знаешь. Я без тебя жить не смогу. Ты это тоже знаешь. Мариш, ну хватит патетики. Говори нормально. Что происходит? Хочу, чтобы ты выбрал. Или мы влюбленные. Или я выпиваю все эти таблетки. Ничего не понимаю. Думаешь, я шучу? Ну, хватит. Что происходит? Все успокоилось, я сказал. Слышишь? Успокойся. Я тебя люблю. Я тебя очень сильно люблю. И, по-моему, я заслужил, чтобы ты мне все объяснила. Я сегодня тебя видела с другой женщиной. Вы смеялись, обнимались. Ты целовал ее. Где ты видела? Ее на телефон фотографии прислали. Покажи. Это липа, понимаешь? Это ерунда какая-то. Думаешь, нам не завидовать никто? Моя потеряла телефон. Как только увидела вас, в глазах потемнело. Значит, ну, у вас уже больница. Ну, вот видишь. Был бы телефон, я бы тебе в два счета все доказал. Моя видела твои глаза. Они светились от счастья. Ерунда какая. Мои глаза светятся от счастья, когда я на тебя смотрю, любимую мою. Хватит. Все, успокойся. Все хорошо. Мне пора. Все. Ты в командировку? Да. Я поеду с тобой. Я теперь тебя никуда не отпущу. Буду с тобой рядом. Мариш, ну, что ты говоришь такое? Обычная деловая поездка. Там будет куча матерящихся мужиков. Километры разговоров про бензин, маршруты. Тебе это нужно? Я возьму берушу. Так, хватит. Давай вернемся, конечно, к нормальной жизни. Я, кстати, тебе деньги перевел на детскую. Так что давай займись к этому делу. Сейчас. Валерий, я вызвал скорую вашей жене. И у меня остался ее телефон. Сейчас в контакте нашел любимый муж. Вот набрал вас. Да, мы как раз его ищем. Как себя чувствует ваша жена? Уже лучше. Говорите адрес, я подъеду. Я поеду с тобой. Мы подъедем. Ну что, ты довольна? Нет, нет, не могу я сейчас приехать. Завтра с утра тогда, да, переносите встречу. Здрасте. Я перезвоню. Как вы себя чувствуете? Уже лучше, спасибо. Спасибо. Я не помню вас, но благодарна, что вы не прошли мимо. Помогли. Ну, отлично. Да, держите, вот ваш телефон. Спасибо. Да, мне за что. Счастливо. До свидания. До свидания. Ну, вот же они. Ну-ка, покажи, покажи мне, Марин. Ну, это же чушь, Марин. Это фотошоп, это подделка. Неужели ты не видишь? Вообще, как ты могла подумать, что я могу тебе изменять? Фотографию увидела, в глазах потемнело. Все. Ладно, поехали домой, у меня опять плохо. Поехали. Мы еще вчера с девчонками про парные носки говорили. Про что вы говорили? Про носки, которые без пары, в одиночестве. Никогда не въеду в женскую логику. Так, поехали. Тебе правее. Идем, 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 идем. И еще чуть-чуть, 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 чуть-чуть. И па-бам. А зачем вы сюда пришли? Ну, вот. Ну, увижу. А дальше что? Валечка, я купил тебе кондитерский цех. Он твой. Владей, моя королева. Ты хочешь сказать, иди и паши, как золушка? Я-то думал, что сейчас будет поцелуй, благодарность и мужу. Валя, мне надоели уже эти приторные ароматы на нашей кухне. А, так вот откуда такая несказанная щедрость. Свежего в воздуху захотелось? Ну, иди, дыши. Послушай. Да ты меня послушай. Я торты пеку, потому что мне это нравится. И делаю это тогда, когда хочу. Ну, творчество у меня, понимаешь? А производство? Да я задохнусь. И выдохнусь. Мы можем с тобой серьезно поговорить. Фирма скоро развалится. Это я как Юрий с тобой говорю. Все так плохо. Ты будешь заниматься цехом? Ну, зачем ты его купила? Ну, что значит зачем, Валя? Ну, появились деньги, купил. Потом, это наш запасной аэродром. Ладно. Ну, давай тогда наймем кого-нибудь на производство. Ну, так давай, давай, ищи, нанимай, занимайся. Подожди. А может, ты мне хочешь бросить и это, типа, отступные? Ну, что ты какую-то ерунду все время говоришь, а? Ну, а что я не хочу, как Маринка. Все вокруг знают, а она нет. Денис, а ты знаешь, кто это? Ну, та. Она. Валь, ты перескакиваешь с одной темы на другую просто по щелчку. Потому что Марина будет спрашивать. Она что-то узнала. Работает. С нами. Ну, кем? Я тебе больше ничего не скажу. Пусть Марина сама ищет. Я себя закопать не хочу. Надеюсь, ты меня не будешь извинять? Ну? Да не буду, не буду. Даже не надейте. Добрый день. Здравствуйте. Вам что-то подсказать? Отойдите в сторонку, чтобы не пораниться. Не поняла. Сейчас пойму. Ты что творишь? Мама! Что вы делаете, идиоты? Извините, хозяйка. Ничего личного. Просто заказ. Уходим. Юля! Полицию вызывай быстро! Урод! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Марина, у тебя все в порядке? Ты утром никогда не звонишь. У него на телефоне пароль. Что делать? Не паникуй. Есть другие возможности. Какие? Слушай, у тебя есть подруги. Я все узнала. Она работает на фирму. Значит, все правда. Ну, я не знаю, кто. Вань! Ну, дай быстрее уже, а? Я опаздываю. Слушай, я не могу больше разговаривать. Извини. Здравствуй, Лена. Здравствуй, Лена. Здравствуй, Лена. Здравствуйте. Виктору Павловичу позвонить? Нет, я хочу с тобой поговорить. Да, я слушаю. Кто она? Извините, я не понимаю. Хочетесь работать дальше? Не виляй. Я не понимаю. Значит так, я сейчас пойду к мужу и скажу, чтобы он уволил тебя. Там телефон звонит. Я подойду. Алло. Причина – привиновала его к тебе. Но я никогда не позволяла себе этого. Это неважно. Он тебя уволит, поверь. За что? Да просто так, чтобы отвечала, когда спрашивают. Да я не могу. Поверьте, Марина Алексеевна. Пожалейте меня. А меня кто пожалеет? Ты не представляешь, в каком аду я теперь живу. Сочувствую вам. Кто она? Оля, дай мне, пожалуйста, ключи от переговорки. Здрасте. 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 Это она, да? Она. Я по глазам поняла. Я вам не говорила. Красивая, смелая дорогу перешла. Ты как? Не пострадала? Костя, я не знаю, что мне делать. Посмотри, что они тут устроили. Мне страшно. Ну, тихо, тихо. Мы все установим. Самое главное, что тебя не тронули. Я тебя предупреждал. Говорил, держи язык за зубами. Да, это не я. Это ты Виктору расскажи. Ну, вы же друзья. Так же нельзя. У нас такой бизнес, в котором нет белых и пушистых. Я не верю, что это он. Я разберусь. Я разберусь. Кость, он давно с ней встречается? Вы только меня в свои разборки не впутывайте, ладно? Не злись на меня, пожалуйста. Мне и так плохо. Я не знаю, что тебе ответить. И не хочу. И Сашку тоже не трогай. Саша моя подруга. А ты-то чего на меня злишься? Дружба с тобой ей дорого обходится. Не понимаю, почему все стало таким уродливым. Как будто в кривое зеркало смотрюсь. А ты зайди, посмотри. Господи, а кто это сделал? Муженька у своего спроси. Витя, не подлец. Ты что, Саша, как ты могла о такой подумать? Да я уже не знаю, что думать. Я накануне новую поставку цветов заказала. А сейчас смотрю на свой растоптанный бизнес, у меня сердце останавливается от боли. Не могу чем-то помочь. Не знаю. Может, нам лучше не общаться, пока Виктор не останет? Ну, хорошо. Только у меня к тебе одна просьба. Ты не могла бы со мной обменяться машинами на некоторое время? Зачем? У тебя же такая новая, красивая. У меня рабочая лошадка, я на ней и цветы, и землю, и удобрения вожу. Это не важно. Ну, ладно. Только я твою могу испортить. Нет, сейчас не до красоты. Мне нужна машина, которую Виктор не узнает. Ты что, решила их выследить? Да. Я хочу узнать, чем она лучше меня. Ты мазохистка. А еще я бинокль куплю, чтобы посмотреть, какими глазами он на нее смотрит. Ясно. Все, забирай машину. Только Косте ничего не говори, я сама скажу, ладно? Угу. Угу. Но учти, что обивку я могу испортить, у меня иногда рост царапается. Вот вообще сейчас не до обивки. Я ее видела. И как? Все плохо. Все до ужаса плохо. Она очень красивая. Ужас? Угу. Держись, держись. Ты тоже очень красивая. И умная, и хозяйственная. Да у тебя Витька как сыр в масле катается. Да, только, видимо, этого мало. Держись, подруга. Эй. Ну, ты чего? Прости, что поездка сорвалась. Но я что-нибудь придумаю. Не надо ничего придумывать. Почему? Сегодня я видела твою жену. Так. И что? Ну, видно, что она тебя любит. И тебе с ней хорошо. И я совершенно не хочу причинять ей боль. Тать, ты с ней говорила? Да нет, мне достаточно было только взгляда одного. Нет, она, конечно, милая, добрая. И мне с ней хорошо. Было. До того, как я встретил тебя. Я с ней разведусь, я обещаю. Я просто сейчас, я струсила, мне страшно стало, понимаешь? Да, я, видимо, тоже струсила. Мне давным-давно нужно было от тебя уйти. Знаешь, она, когда вытащила эти таблетки, я просто вдруг растерялся. Мы ведь с ней не чужие люди, столько лет вместе прожили. Но хочу-то я быть только с тобой. Витя, я тебя прошу, перестань, пожалуйста. Я очень хорошо знаю, что такое любить. Я очень хочу любить и быть любимой. Но я просто не могу заплатить такую цену. Извини меня, пожалуйста. Так, Таня, Таня, перестань, я сказала, перестань. Все хорошо будет. Мы будем с тобой вместе, слышишь меня? Марина все поймет и отойдет в сторону. Ты так просто об этом говоришь? Потому что я все придумал. Я все придумал. Все будет хорошо. Обещаю. Я могу быть вам полезен? Могу помочь определиться? Да, пожалуй. Мне нужен бинокль. Замечательно. Вам очень повезло. У нас самый широкий ассортимент в городе. У нас есть и театральные, и даже приборы ночного видения. С огромным набором характеристик. Вам для каких целей нужно? Не знаю. То есть знаю, но не хотелось поговорить. Туризм? Охота? Охота. А где? А где? В горах, в лесах, в степи? На птицу, на зверя? Просто от вашего ответа зависит, насколько точно я подберу именно то, что вам нужно для ваших целей. Извините, я, наверное, в другой раз зайду. А, подождите, мне кажется, я знаю, что именно вам нужно. Посмотрите, это прекрасная вещь. У него замечательная, светосильная оптика, десятикратный зум. Будет отлично показывать как в тумане, так и в сумерках. Пробуйте. Не работает. Крышечки нужно снять. Еще раз. Беру. Оформляю. Костя опаздывает. У него какие-то проблемы с женой. Сами разберемся. Да нет, не разберемся. Хватит ли на мощность и потянуть еще один большой контракт? Может, нам отказаться от мелких заказов? Я думал об этом, но есть определенные риски. Костя опаздываешь. Давай, проходи, бери стул и включайся в обсуждение. Не будет никаких обсуждений, пока ты мне не объяснишь, на кой черт ты все это устроил. Так, до начала сбавь тон и объясни, что происходит. Ты подослал к Сашке и троих громил. Кого? Так я и знал, что не признаешься. Только и умеешь, что гадить из-под тяжка. Ты говори, да не заговаривайся. Да кто тебя боится? Мне? Делай, что хочешь, но жену не трожь. Понятно? Ищи в другом месте, я тут ни при чем. Ты что, струсил, да? Что ты говоришь-то? Вы чего? Нам еще драки здесь не хватало. Вы чего? Успокойтесь. Костя, успокойся. Спокойно объясни, что с Сашей? Вломилось трое неизвестных. Магазин весь разгромили. Товар уничтожили, она там сидит в истерике. Костя, честное слово, это не я. Давай наймем охрану и разберемся, кто за этим стоит. Охрана – дело хорошее. Я хочу знать, кто заказчик. Саш, и ты меня в этом обвиняешь, да? Ну ты же ей мстишь? Ты же решил, что это она рассказала Маринке про любовницу. Так, к общему сведению, Таня не любовница, а моя будущая жена. Я уже все решил, так что Сашке мне мстить не за что. Ты точно все решил? Да. Хватит нам по углам прятаться. Маринка, конечно, прекрасная женщина, но это уже все в прошлом. Я не понимаю. Если не ты, то кто тогда? Ищи, кому выгодно. А я сегодня сам все расскажу Марине. Ну что, может вернемся к делам фирмы? Прекрасная идея. Прошу к столу, господа. Здравствуйте. 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 Давай пройдемся. Давай. Вечер прекрасный. Потом вызовем такси. Ты уверен? Абсолютно. Никаких больше тайных встреч. Все, хватит притворяться. Ты чего? На нас все смотрят? Да пусть смотрят. Пусть за нас порадуются. Я не люблю тебя, Таню. Ты просто сумасшедший. Пойдем. Саша. Привет. Здрасте. Вот познакомься. Это Таня. Моя любимая, которую я преступно долго скрывал. Приятно познакомиться. Ой, вы извините, у меня роман. Руки в земле. Ай, ничего страшного. Теперь у меня тоже руки рабочие. Татьяна. Ну, ладно. Мне Костя рассказал все. Я зашел сказать, что это не я. Мы же друзья, нам скрывать нечего. Да я сразу не поверила в эту версию. Слишком она ужасная. Ну, надо, конечно, разобраться, кто за всем этим стоит. Костя разберется. Ну, вы с Костей заходите к нам. Да. Мы будем очень рады. Я надеюсь, что я сегодня к Танечке перееду. Да, Сашка, и просьба к тебе. Вы там помогите Маринке как-то пережить всю эту ситуацию, ее изменения в личной жизни. Хорошо? Да. Мне очень жаль Марину. Ей нужна поддержка. Ну, так вот, я надеюсь на вас. Да, и дай нам букетик. У твоей жены хорошие подруги. Они и мои друзья тоже. Саша было непросто мне улыбаться. Тем не менее, она не сдала ни одного неловкого глазу. Все будет хорошо. Не переживай. Все будет просто отлично. Все будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Так, ты главное не раскисай, ладно? Ты где? Я около ее дома сижу смотрю в бинокль, слежу за ними. У меня сердце разрывается, Валь. Я бы пошла на пролом и объяснила, что чужих мужей уводить нельзя. Ну там Витя. Ну подожди, пока он уйдет и врежь ей для доходчивости. Давай, не трусь, ладно? Саша, представляешь, он врежет мясо. Марин, кто? Витя. Так. Добавить перец? Да. Так. Главное не переборщить. Так. Да. Супер. Опа. Все. Ну все, 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 я приеду. Ты следишь за мной? Петенька, прости, пожалуйста. Прости меня. Я тебя очень люблю. Набросай меня, пожалуйста. Впрочем, хорошо, что ты все узнала. Вить, скажи, что мне нужно сделать, чтобы ты остался, а? Я все сделаю. Мариша, мне надо ехать сейчас. Завтра поговорим. Садись в машину, поезжай домой и постарайся не чудить. Нет, нет, ты не можешь вот так просто уехать. Я люблю ее, Марин. Я не могу с этим ничего поделать. А главное, не хочу. Ты прости меня, все когда-либо кончается. Поезжай домой. Витенька, пожалуйста. Поезжай домой, завтра поговорим. Я тебя очень люблю, Витя. Витенька, пожалуйста. Большой boat. Я разгромал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Татьяна, нам нужно поговорить. Татьяна! Я хочу поговорить! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да? А что случилось? Автомобиль отмечен в ДТП. Ваша жена сейчас находится в третьей городской больнице И что с ней? Характер полученных травм вы можете узнать в приемном покое больницы Ну, она жива? Ну, насколько мне известно, с места ДТП ее увезли живой, но без сознания Спасибо Что случилось? Марин Я ее не убивала Кого? Я ее не убивала, я кто-то другой убил Марин, ты меня пугаешь, кого убили? Татьяну убили Но я ее не трогала, правда, Саш, я ее не трогала, я ее не убивала Это не я Тихо, тихо, не надо так громко говорить Саша, забери меня домой, пожалуйста Марин, врач сказал, что у тебя сотрясение, лучше пару дней здесь побыть Забери, пожалуйста Я тебя очень прошу Я не хочу, чтобы меня арестовали в больнице Ну, ладно, ладно Давай тогда собирайся, я сейчас с врачом посоветуюсь, хорошо? Соседи опросили? Да А в доме напротив? О, окна какие Давайте, мигом Есть Водички Спасибо Давайте уточним, Виктор Павлович Вы приехали утром, зашли в квартиру и увидели Татьяну с ножом в груди, так? Так К телу прикасались? Может быть, пытались проверить, жива она или нет? Кровь, 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 кровь уже запеклась и мало понятно, что Таня, Таня мертва Кто мог желать ей смерти? Я не знаю Таня была прекрасным человеком, и мы должны были пожениться А как ваша жена относилась к такому решению? Марина? Ну, как она могла относиться? Отрицательно, конечно Ну, она понимала все, я, я любил Таню Петр Иванович, мы закончили Молодцы Там, на ноже, есть отпечатки? Я этим ножом мясо резал Один смазанный отпечаток, на ручку нажал Угу Мы хотели с Таней приготовить мясо, но когда я приехал, Таня уже не был Давайте продолжим беседу завтра Угу Так, как у тебя все аккуратно? Марин, что тебе на завтрак приготовить? Ничего не хочу А я бы что-нибудь перекусила, я из дома выбежала, как угорелая В холодильнике все есть О, может овсянку на горячем молоке? Саша, какая овсянка? У меня перед глазами мертвая Татьяна Ну, вот как раз поедешь, силы появятся, и не будет никто мерещится Веришь, никакой радости нет, только страх Ну, это нормально, я бы тоже боялась Слушай, а что если они тебя обвинят в убийстве? Мотив ведь железобетонный Я не за себя боюсь, мне страшно за Витю До свидания Это за мной Так, не выдумывай, никто не знает, что ты была в квартире Сиди, я открою Как она? В прострации Представляешь, она разбила мою машину Я даже боюсь спросить, как это случилось и где сейчас находится моя ласточка У тебя прям черная полоса, магазин разгромили, машину разбили Костя, наверное, рвет и мечет Да, требует, чтобы я с Мариной не общалась Денис звонил Татьяну убили, полиция приходила, интересуется, кто желал ей смерти А где Виктор? Никто не знает Я не убивала, я не убивала, я не убивала Так, только никому пока не говори, что ты была в ее квартире Угу Ну, рано или поздно это узнают Лучше поздно, чем рано За это время могут найти настоящего убийцу Кто хотел ее убить и кто? По теории, кому выгодно, ты первая в списке Ты что такое говоришь? Она и мух не обидит Бедная Вить Марина! Вить, ты что делаешь? Может, туда пойдем, а? Мне больно, Вить Что ты натворила? Вить, это не я, не я, не я, поверь Ты! Насмотрелась этих дурацких шоу, где жены убивают любовниц Это не я, Витя Хватит, замолчи, я голос твой слышать не могу Да послушай, пока мы с тобой ссорились около машины, в это время ее кто-то убивал Я ее видела уже мертвую Значит, ты все-таки была в этой квартире Я тебе обещаю, Марина Следователи тобой займутся Ты что донесешь на меня? Ты сама пойдешь к ним и все расскажешь Видеть тебя не могу больше Вить Ой, бедная Маринка Тебе нельзя здесь оставаться? Вить, твой совсем сметил Саша права, Денис говорит, что Виктор бывает жесткий с конкурентами, а вы сейчас с ним как раз Мы с ним прожили столько лет, но теперь он их ненавидит Первое, что он сделает, заблокирует карты Пускай делать что хочешь Ну, вот хорошо, чем более он тебя ударит, тем быстрее его забудешь Так, надо собрать всю наличку, которая есть в доме Я не знаю, есть ли наличка, у меня только карты А где твои драгоценности? У меня сейчас нет украшений, Саша Надо их забрать, ты продашь их, тебе хватит на первое время На туалетном столике Как он может думать, что я убийца? Выходит, он меня совсем не знает же, то ли? Марин, прости его, он сейчас сам не свой Похоронит, опомнится, еще вернется к тебе Да, не густо Мне же никогда не интересовали драгоценности Ну, сейчас об этом можно пожалеть, ладно Собирайся, поехали Куда? Ко мне К Саше нельзя, там Костя летует по поводу машины Мне как раз торт нужно сделать, ты мне поможешь Работа отвлекает Я вас отвезу Поехали, поехали Тем более, Костя у меня отходчивый Вить, ты прими наше соболезнование, мы понимаем, как тебе сейчас трудно Вот поэтому я вас и позвал Я на время устраняюсь от руководства компании Денис, хочу, чтоб ты меня заменил Костя, поможешь Денису? Вить, нам будет очень непросто без тебя справиться Ну, вы уж постарайтесь, друзья За свое дело я, конечно, ручаюсь Там все будет нормально, но Да нет, ты не волнуйся, все сделаем хорошо Просто ты подумай Работа лучше лекарства У меня сейчас есть дела поважнее бизнеса Мне надо Таню достойно похоронить И наказать убийцу Не устраивай самосуд Пусть следователи сами во всем разберутся Так, все Руководите, друзья Вит, ты знай, пожалуйста, если вдруг что-то, то мы всегда рядом, ладно? Мне кажется, я понял о ком он Не нравится мне его настроение Пойду поговорю Вить, хотел поговорить Если ты насчет Марины, лучше не надо Валя сказал, что ты обвиняешь Марину, ты не прав Денис, она была в этой квартире Я Марину знаю дольше, чем ты, мы со школой вместе Я уверен, она не убивала Посмотрим, как отнесутся следователи к тому, что я не расскажу По закону, муж может не свидетельствовать против своей жены Слушай, ты мне друг А можешь стать врагом Если продолжишь ее защищать Я прошу тебя не быть слепым Все, разговор закончен, господин адвокат Маринка, помоги крем сбить, мне не хватает Хорошо Не хорошо, за работу принимайся, вон миксер лежит Сейчас торт доделаем, поужинаем Осталось только десятку прикрепить Какую десятку? Торт на десятилетие совместной жизни Издевательство какое-то, а Ты-то о чем? Мы с Витей прожили ровно десять лет И вот какой финал Знаешь, что мне иногда кажется? Только вы не обижайся, прошу? Не говори уже У тебя к Вите уже не любовь, а какая-то патологическая зависимость Ты меня еще в сумасшедшие запиши, и можно ползти на кладбище Но я знаю лекарства от этой зависимости Смерительная рубашка Поговорку знаешь, клин клином вышибает Это не для меня У меня есть отличный кандидат Бизнесмен, серьезный мужчина Жену похоронил два года назад Давай познакомлю? Валя, прекрати Ну а что, а вдруг? Если бы ты знала, как мне хочется заехать кулаком в эту десятку Эй, не вздумай, сейчас клиенты придут Так, я тебе лучше в гостиной подожди, ладно? Я сама торт доделаю Привет, Марин Привет Валь, я дома Привет, ты же говорил, уедешь на пару дней Привет, Витя вызвал Передал нам с Костей управление компанией на некоторое время Как он? Плохо Но ты должна думать о себе сейчас Я не могу о нем не думать А вот он готов тебя потопить без всякого сожаления Я знаю Он хочет пойти к следователю И рассказать, что ты была в квартире Статья Я не виновата в ее смерти Марин, ты должна защищаться А не быть покорной овечкой, которую ведут на убой Ну ты, юрист, скажи, что мне делать? Ну что делать, что делать? Идти самой к следователю и все рассказывать А дело ведет Юрков Петр Иванович Все Все, что тебе не навредит Валюка, что стоишь-то? Муж кормить будешь? Да, сейчас Или у тебя опять одни торты? Есть хочу, страшно Муж кормить Валяка Петр Иванович Тихо Петр Иванович Чем это? То, что у меня такая жена. Вспомнил. Я бы тебя и так вычислила. Она моя подруга. Я очень хорошо могу успокаивать женщин. Ты же знаешь. Не спишь? Тебя разбудило. Прости. Да нет, мне тоже не спится. Нашил воды попить. Хочешь, поговорим? Давай лучше просто посидим и помолчим. Помню я одну девчонку, которую в пятом классе дергал за косички. Не сочиняй, пожалуйста, в пятом классе у меня не было никаких косичек. Хорошо, не было косичек. Но в одиннадцатом классе я часто получал по физиономию от твоих ухажеров, потому что это торчало у тебя под окнами. Это было. Помнишь? Мне так плохо. Мне тоже было плохо, когда ты Витьку выбрала. Я так напился на вашу свадьбу. Да, хорошо, что ты на мне не женился. Потому что потом ты встретил Валю. Да. Благодарю тебе. Как думаешь, Витя ко мне вернется еще? Пусть пройдет время. Пусть пройдет время. Можно я с вами посижу? Пусть пройдет время. Спасибо вам, ребята, что вы поддерживаете меня. Пусть пройдет время. Здравствуйте. Марина Алексеевна, дежурный доложил мне, что вы хотели меня видеть. Да, я хочу ответить на ваши вопросы. Очень хорошо, что вы пришли. Приятного аппетита. Спасибо. Вопросы, конечно, есть. Так, секунду. Вот, я готова. Секундочку, я не готов. Все, готов. Задавайте. Вы были в курсе отношений Виктора Павловича с убитой? Узнала недавно. А вы лично были знакомы с Татьяной Селидовой? Видела ее один раз в офисе. Несколько секунд в общей сложности. Угу. Да. А где вы были в тот вечер, в вечер убийства? Да, я специально расписала все по минутам. В 21.15 я наблюдала за свиданием своего мужа и Татьяны в ее квартире. В бинокль. Бинокль был куплен в тот же день. Вот чек, там указаны даты и время покупки. В 21.30 Виктор вышел из квартиры Татьяны, и мы с ним поссорились около машины. Ссора длилась минут 15. И потом я в расстроенных чувствах поехала домой. Угу. А Виктор Павлович? А Виктор Павлович тоже уехал по делам. В тот же вечер я попала в ДТП. Не справилась с управлением, потому что была очень расстроена и плохо видела дорогу. Все очень логично. Вы хорошо подготовились к разговору. Я очень хочу помочь следствию найти убийцу. А по-вашему, кто мог хотеть ей смерти? Мотив есть у меня, это бесспорно, но я не хотела ее смерти. Почему? Потому что я очень люблю своего мужа, а он действительно любил Татьяну. Мне было больно, конечно, но я все понимала. К тому же ее смерть ничего не изменит, он ко мне не вернется. Спасибо, Марина Алексеевна. Прошу вас не уезжать из города до окончания расследования. До свидания. До свидания. Ну, как все прошло? Не знаю, я все рассказала. Какие он вопросы задал? Ну, главный вопрос висел в воздухе, кто убийца. Юрков явно ждал от меня чистосердечного признания. И был очень разочарован. То есть ты его разочаровала? А ты Вить увидел? Занимается похоронами Татьяны, а оказывается у нее родных-то не было. А откуда она приехала? Ну, к нам ее привела ее подруга Ульяна. Ну, хочешь, могу посмотреть ее личное дело? Да, посмотри, пожалуйста. Мне нужно как можно больше о ней узнать. Нам нужно успеть заехать в банк. А зачем? Марина, на всякий случай ты должна перевести свои деньги на новый счет. Понимаешь, о чем я? Ты что? Витя не мог так со мной поступить. Ты не знаешь мужиков. Пока он тебя любит, он твой с потрохами. А как только разлюбил, все. Камень вместо сердца. Да он не мог так быстро окаменеть. Ты мне потом спасибо скажешь. А что он обо мне подумает? Что я хапуга какая-то? Он оценит твой ум и понятливость. Садись. Где их носят? Они уже с утра уехали. На утешься, никуда не денутся. Я, конечно, сочувствую Марине. Но она вчера так рыдала на плече у Дениса, что у меня в глазах потемнело. Ты ревнуешь что ли? Честно? Ревную. Даже не думай. Вдруг они уже целовались? Она его первая школьная любовь. Чувства могут вернуться. А я еще и старше. Марина никогда не уведет мужика из себя. Откуда такая уверенность? Потому что она сама только что от этого пострадала. Багажник закрой. Слабое утешение. Куда бы нашу брошинку пристроить? Брошинку? А это мысль. Может, все-таки поможешь? Да, извини. Сейчас, конечно, Саша. Здравствуй, Ульяна. Ульяна, посмотри на меня, пожалуйста. Некогда. Я не убивала Татьяну. И что? Будете об этом следователям говорить. Мне все равно. Тебе не все равно. Вы были подругами. И что? Я хочу найти убийцу. У меня есть свои причины. Хочу, чтобы Витя знал, что я не убивала. И что я могу сделать? Как я могу помочь? Расскажи мне, где она жила раньше? С кем она жила? У нее был муж. Гражданский. Он бил ее, а она сбежала. И ты привела ее к Вите? Виктору Павловичу нужен был толковый бухгалтер. Кто ж знал, что так все сложится? Ладно. Понятно. А где найти этого мужа? Его зовут Артем. Только будьте аккуратней. Он бешеный. Спасибо. Извините, пожалуйста, а это дом номер тринадцать? Да. А вы, случайно, не знаете, в какой квартире живет Артем Куропаткин? Вы ответите, нет? В двадцать первый. Осторожно, он смотрит на нас. Спасибо. Ты кто? И что тебе надо? Я хочу поговорить про Татьяну. Заходи. Нет, нет, лучше здесь. Как хочешь. Откуда Таню знаешь? Сначала скажите, почему вас боится тот мужчина с коляской во дворе? Опозорить нас, мужиков. Его жена бьет, а он с лентяей терпит. Вот я и воспитываю. Значит, бьете? Жду, когда я зверею, и ты будешь сдачу давать. А тебе это зачем? Хочу узнать о вас побольше. Хочу понять, могли ли вы убить Татьяну из-за того, что она вас бросила. Ты кто такая? Я жена Виктора Кропоткина. Так это твои круг дела. Как ты падай? Чего подпустите? Я за Таню любого порву. Это не я. Ты. У тебя из ревности крыша. Поехала мне говори. Отпустите, пожалуйста. Мы похожи. Чем? У вас тоже от ревности крыша не на месте. Я любил Таню! И бери ее из-за этого, да? Большой любви по принципу. Кого люблю, того и бью, да? Ничего народная мудрость. Да, но есть и другая. Зло бы любить себя губить. Откуда худо, туда и оттуда. Слышали? Нет? Чего? Вот. Татьяна избежала от своего мучителя. Я и мужа твоего тоже бил. Ага. А потом решили, не моя, так не доставайся ты никому, да? Не надо! Я вам не помешал? Мужик, иди куда шел! Это следователь по делу в убийстве Татьяны. Вы продолжайте, продолжайте. Я послушаю. У меня все. Ну, тогда, Марина Алексеевна, с Артемом Романовичем я побеседую. Так, если вы следователь, арестуйте ее и дело с концом. Ну, буду доказательства, арестую. А пока давайте мы с вами поговорим. Мы еще увидимся. У него, между прочим, есть мотив для убийства. Привет. 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 Где Денис? Не знаю. Он еще утром ушел по делам. Точно? Так. А мне теперь все не будут верить? Извини. Просто он трубку не берет, я и беспокоюсь. А ты чем занималась? Искала убийцу. У меня к тебе просьба будет. Я для заказчика одного пирожков напекла. Поможешь доставить? Конечно, помогу. Только сначала съем хоть один. Можно? Да. Руки помою. Я здесь уже была. Здесь очень вкусно готовят. Особенно хороша выпечка. Моя. О, привет. Привет, Валер. Принесла, что обещала? И привезла с собой кое-кого. Очень значимого. Да? Вы что, знакомы? А я интригу держала. Не, ну мы не то, что знакомы, но виделись. Вас угостить? Да. Нет. Ну отлично. Ставьте. Давайте, давайте. Прошу. Саша! Забери. Прошу. Присаживайтесь. Прошу. Давайте начнем все сначала. Меня зовут Валерий. Я очень рад вас видеть. Я хозяин этого ресторана. А я Марина, брошенная мужем. Вот-вот буду арестована за убийство его любовницы. Поэтому от меня нужно держаться подальше. Ну а я почему-то ни на секунду не верю, что вы убийца. Почему же следствие считает, что у меня железобетонный мотив? Я вижу, что вы человек эмоциональный, но мне кажется, что вы еще человек нежный, а для убийцы нужна жесткость. Ты у нас теперь звезда района. Я пробежался по конкурентам. Никто ничего не знает. Все в шоке, нам сочувствуют. Собираются охрану ставить. Как думаешь, может нам тоже охранника нанять? Да не. Я решила пока прикрыть магазин на время. Цветы пристроены, не пропадут. Ты уверена? Я так устала. Мне надо отдохнуть. И Марине помочь. Нет, не в принципе. С Мариной это только через мой труп. Я тебе запрещаю с ней общаться. Марина моя подруга. У меня сейчас тяжелое положение. А Витя мой друг. И он считает Марину убийцей. Но я ж тебе не запрещаю с ним общаться. Вот и ты меня не запрещай. Я Марину не брошу. Мне машину еще возвращать. Дорого мне твоя Марина обходится. Я сегодня нашу машину в сервис загнал. Ты знаешь, ремонт встанет в копеечку. Марина сказала, все оплатит. Просто тут попозже. Попозже? Ну, Кость. Ладно. Машину можешь ей вернуть. Я разрешаю. Но общаться не разрешаю. Договорились? Нет. Наконец-то ты пришла в себя. Опетит проснулся. Это хорошо. Все очень вкусно. День был очень напряженным. Я не то что поесть я. Кофе выпить не успела. Расскажете? Почему нет? Сначала я была у следователя. И просто кожей чувствовала, как он хочет повесить это убийство на меня. Потом поехала в банк, где узнала, что осталось без копейки. Как это без копейки? Ну, так. Витя заблокировала не только карты, но и счет. Нет. Ну, по поводу карты я тебя предупреждала. Не думала, что он доберется до счета. А я вообще, если честно, не думала, что он на такое способен. Что теперь делать будешь? Искать работу. Ну, и вишенка на торте. Меня пытался придушить Артем. Бывший сожитель Витиной любовницы. Ты что, к нему одна поехала? Марин, она могла бы позвать меня или Сашу в поддержку. Мне теперь все придется решать самой. Валера, а ты можешь помочь Марине? Хорошо, я подумаю над этим вопросом. Как он тебе? Очень хороший мужчина. Значит, понравился? Почему он должен не понравиться? С ним любая женщина будет счастлива, Валь. Ну? Любая, но не я. Почему? Кто тебе нужен? Мне нужен Витя. Потому что я его люблю. После того, что он натворил? Марина, ты мазохистка, честное слово. У него просто шок от потери. Я его прекрасно понимаю и прощаю. Я очень хочу, чтобы он вернулся. И вы заживете мирно и счастливо. Глаза разуй. Нет, может ты, конечно, и простишь, но забыть ни ты, ни он не сможете. Идеальной жизни больше не будет. Ну и пусть. Лишь бы он вернулся. Марина, надо жить дальше. Пострелись хорошего мужчину, как Валера, например. Надежного, прекрасного мужчины. Нет, Валя, я буду ждать Витю. Начальника, аааааааааааааааааа. Выйдяк. Пойду посмотрю. Не пущу. Не ходи, пожалуйста. Там же Маринка. Чего ты? Вот именно. Не ходи ради меня. Оль, ну глупо ревновать, а? Да-да. Я глупо испуганная баба, которая боится, что мужик уйдет с другой. Ну все, все. Никуда не ухожу. Довольна? Главное, чтобы ты был рядом. Чтобы обнимать тебя. Обнимай. Спокойно. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Денис. А? Марина уехала. Как уехала? Ну вот смотри, написано спасибо вам, возвращаюсь домой. Как же она одна. Поеду к ней. Никуда ты не поедешь. Я ее подогреваю. подруга, а не ты. Ты чё? Ну ладно, ладно, говорила моя красивая, ревнивая жена. Давай позавтракаем сначала. Давай. Иди готовь. Сам готовь. Давай, давай. Ну ты и настырная. Лена, чё надо? Поговорить? Следака с собой привела? Или сама рискнула? Я тебя не боюсь. У меня предложение. Ну, выкладывай. Мы с тобой в одной лодке. Нас обоих подозревают в убийстве. Не, у меня железобетонный алиби. Ты мог нанять киллера? Чё ты хочешь? Я хочу объединить наши усилия и вместе найти убийцу. И как ты хочешь его найти? Ты мне расскажешь всё, что знаешь про Татьяну. А я поделюсь своей информацией. Пошли. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Марина, у тебя все в порядке? Я знаю, что ты дома. Почему ты не открываешь? Мы с Сашей стоим у двери. Да, сейчас. Ты нас напугала. Почему так долго не открывала? Устала. Сейчас мы тебе поднимем настроение. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я возвращаю тебе машину. Нет, не нужно. Я же твою разбила. Костя разрешил. Нет. Валера спрашивал, где ты живешь. Хочет тебе помочь. Ты ему понравилась. Ну что? Как настроение? Улучшилось хоть чуть-чуть? Я сегодня видела Витю. Он сам не свой. Ему очень плохо, девчонки. И мне очень плохо. И надо что-то делать. О себе подумай. Давай тарелки. Я решила сама найти убийцу. Я докажу Вите, что он не прав, что я никого не убивала. Да толку-то. Он ослеп от горя. Еще сегодня узнала, что Витя ревновал Татьяну к Артему ее бывшему. И по словам Артема, Татьяна готова была к нему вернуться. А вот это уже мотив. Ты сможешь сама себя защищать. Как? Обвини сама Виктора в убийстве. Защищая себя, не грех соврать. Скажи, что они ссорились. Ты же за ним наблюдала. А что? Я с Сашей полностью согласна. Скажи следователю, что ты видела, как Виктор заходил обратно в квартиру после ссоры? Вы что? Это же не правда. Это оговор. Я никогда не подставлю Витю. Да он по всем углам тебя в убийстве обвиняет. Я хочу сделать заявление. Присаживайтесь, Виктор Павлович. Так хочется верить, что Витя не способен все рассказать следователю. А что все? Я знаю, кто убил Татьяну Селидову. Что я была в квартире Татьяны. Я ему рассказала. Это моя жена. А, доказательства. Марина сама мне сказала, что как только я уехал, она сразу же побежала к Татьяне. И встреча закончилась трагически. Марина Алексеевна об этом не упоминала. Она врет. Она была там. Марина. Спасибо, Виктор Павлович, за сведения. Следствие обязательно их проверит. Я хочу, чтобы вы ее арестовали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Для вас-то копейки. Зачем закладываете? Мне очень нужны деньги. Тяжелые времена? Сколько? Так ювелирка-то грошовая. Меня выручит любая сумма. Марина! Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы меня нашли? Я был сначала у Вали. Потом поехал к вашему дому. А потом решил ехать на удачу. И вдруг вы? Это ли не судьба? Зачем вы меня искали? Почему в свободном мужчине не искать встречи с прекрасной девушкой, которая ему понравилась? Валера, вы хороший человек, поэтому скажу вам прямо. Не тратите на меня свое время. Я замужем и люблю своего мужа, несмотря ни на что. Отлично. Я ни на что не претендую. Я просто хочу вам помочь. Хочу предложить работу по специальности. Вы же экономист? Экономист, который ни дня не работал, по-моему, безнадежен. Вы не перестаете меня удивлять. Обычно в таких случаях говорят, что я многого не знаю, но очень быстро учусь. А я не знаю, как быстро я учусь. Возможности проверить у меня не было. На вас экспериментировать я не хочу, потому что ошибки бухгалтера очень дорого стоят. Слушайте, мы так далеко уже отошли от моей машины. Давайте вернемся, поедем, пообедаем в приятном месте. Валера, мне казалось, вы меня поняли. Я не готова к новым отношениям. Извините. Ну и замечательно. Слушайте, я просто хочу вам дать совет, как вернуть мужа. Соглашайтесь. Ну, вы же хотите его снова завоевать? Ну, и все. Так, аккуратненько переходим. Давайте, давайте, давайте. Отлично. Ну, тут все очень просто. Мужчина охотник, а не дичь. Отпустите его, не преследуйте. Я беспокоюсь за него. Ну, как я успел заметить, он уже достаточно взрослый мальчик. Когда долгие годы живешь только ему, это трудно. Что приготовить на завтрак, ужин? Какую рубашку он предпочтет на деловую встречу? Моя жизнь состояла из этого. Галстуки я тоже подбирала. Галстуки? Слушайте, мужчины от этого быстро устают. Они этого не ценят. Ну, поверьте мне, как мужчине. Я не знаю, ну, вообще перестаньте перед ним мелькать. А лучше забудьте о его существовании. Я не могу. Сможете. А лучше вообще появляйтесь в обществе другого мужчины. Даже не буду спрашивать, какого вы именно? Я даже не буду скрывать, что имею в виду именно себя. А разве не подхожу для благой цели? В самый раз. Отлично. А вот когда он придет в себя и вдруг поймет, что вас рядом нет. И вот тогда он забеспокоится. Да, но только вы забыли, что для него я убийца. Ну, вы же найдете убийцу. Вы же сами ищете. Я прав? У меня ничего не остается. Я хочу доказать Вите, что невиновна. Ладно. Тогда я готов вам помочь. Но при одном условии. Каком? Перейдем на «ты». Согласна. Отлично. Так вот кто похитил у нас Марину. Марин, ну мы же беспокоимся. Ты где была? Привет. 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 Здрасте. Валерий. Денис. А я вас знаю. Вы муж Валентины, который готовит очень вкусную сдобу для моего кафе. Ну не только для вашего. Ну да. И зря беспокоились. Марина сегодня целый день под моей защитой. Я Марину знаю со школы и ее защиту довереннее каждому. Да все в порядке, Денис. Правда. Со мной все хорошо. Валя, привет передавай. Передам. Может зайдешь? Нет, нет. У меня дело. Пойдем, Валер? Я просто обещала показать Валере специи, которые недавно заказала. Ну вы же понимаете, я ресторатор. Специи, мой конек. А Марина пообещала даже меня удивить. Точно не зайдете? Нет, нет. Ладно, счастливо. Опять твоей ванилью пахнет. Чего ты в цехе не готовишь? Тебе же нравился запах ванили. Переел. Ну я уже заканчиваю. Ты чего такой встрепанный? На работе что-то случилось? Случилось. Ты влезла в мои планы. Какие? Когда? Зачем ты познакомила Марину с этим ресторатором? Он теперь от нее не отходит? Так это же хорошо. Она оттает, а он очень обходительный. Ей очень нужна поддержка сейчас. Я ее поддержка, Валя, я! Интересно. Расскажи. Пройдет время, узнаешь. Марина моя подруга. Ты мой муж. Что за тайны? Меня это выводит из равновесия. Как наделаю глупости и будешь потом жить. Валя! Все, что я делаю, это ради нас. Хотелось бы в это верить. Работаешь? Привет. Привет. Это хорошо. Да, вот новый договор сегодня подписали. На, посмотри. Нет, я просто зашел. Развеется. Ну, в таком случае, пойдем выпьем. Посидим, поговорим. Что нового, Костя? Договор. Я не о работе. О чем говорят, кто как себя ведет, что обсуждают. Помалкивают в основном. Всегда кто-то ходит, всех расспрашивает. Марину видел? Сашка моя с ней общается. Они же подруги. Сказала, что у Марины появился новый воздыхатель. Валера. Валя познакомила. Хозяин ресторана. Валера, значит. Хозяин ресторана. Да. Да и там в ресторане своем работать предложил. Нет. Я ей так просто выкрутиться не дам. Вить. Ну, отпусти ты ее. Очевидно же, что не она. И следствие так до сих пор ничего ей не нарыло. Она, Костя! Она хотела убить и убила. А все эти разговорчики про любовь ко мне неземную, как видишь, быстро испарились. Ну, тебе, как говорится, виднее. И... Так что, пойдем поужинаем где-нибудь? Нет. У меня другие планы. Кофе черный, без сахара и хозяина позови. Меня зовут Виктор Кропоткин. Ну, а о чем будем говорить? Главное, будет наш разговор мирным или нет? Главное, никогда не начинай так разговор. Я слышал, ты жену мою опекаешь. Работу ей предлагал. Предлагал. Ты же ее бросил. Я подозреваю ее в убийстве любимой женщины. И она за все ответит. Ты понял меня? Ну, что же, очень по-мужски гнобить женщину, которая отдала тебе десять лет своей жизни. Ты что, действительно думаешь, что она убила твою любовницу? На девяносто процентов. Получается, ты совсем не знаешь Марину. А ты уже успел узнать. Успел. Ну, тогда ходи и оглядывайся. Кофе за счет заведения. Саша, убери, пожалуйста. Да, хорошо. Здравствуйте. Валентина Соседкова. Очень приятно. Я не могу больше молчать. Хочу во всем признаться. Слушаю вас. Марина моя подруга. Но убийство – дело серьезное. Да. Прошу, садитесь. Спасибо. Ну, смелее, Валентина. Егоровна. Егоровна. Раз уж пришли, надо говорить. Марина в тот вечер была в квартире убитой Татьяны. Да вы что? А вы откуда это знаете? Марина мне сама рассказала. Говорит, после ссоры с Виктором побежала с ней выяснять отношения. Ну, типа выцарапать глаза разлучницы. Ну, надо же. Показания свои подпишете? Угу. А что там было дальше? Она не рассказывала? Врать не буду. Говорила, что зашла в квартиру Татьяну, увидела ее мертвой, испугалась и убежала. А что было на самом деле, я не знаю. Выходит, Марина Алексеевна утаила от следствия правду. Я могу идти? Конечно. Спасибо вам за сотрудничество. Всего доброго. Марин, прости, не разбудила? Да я тоже плохо спала. Ворочалась, ворочалась. Решила Дениса не будить и пошла на кухню досидела. Слушай, может встретимся втроем с Сашей? Посидим, поболтаем, нервы залечим. Я тогда забронирую столик в нашем любимом ресторане. Пока. Не хочется говорить о прошлом, не хочется вспоминать, как мы жили раньше. Давайте поговорим о будущем. На план намекаешь? Я боку смешить не хочу. Как сложится, так и будет. Меня Денис в бизнес толкает. Купил мне кондитерский цех, но я не хочу им заниматься. А я закрыла свой магазин со спугой, не знаю, что теперь делать. О моем будущем лучше не думать. Или тюрьма, или с ума. Как-то мы грустно смотримся. Надо будить в себе оптимизм. Чем? Какую таблетку выпить, чтобы он проснулся? Марина выйдет там уж за Валеру. Она рожает детей и станет директором детского дома. У тебя буйная фантазия. А я объявлю войну тортом и пирожным, стану диетологом и буду помогать худеть людям, которых довела до оживления. Ну, по твоей логике я должна отстреливать людей, которые цветы срывают. И уничтожают краснокнижную флору. Мы встретимся через десять лет и посмотрим, кого куда занесло. Марина, надо уходить. Ты хоть бы поздоровался? Некогда. Костя звонил. Витя ему проговорился, что арест Марины – дело решенное. Вот и помечтали. Почему решенное? Ну, якобы у следствия появился свидетель, который видел, как Марина входит в квартиру Татьяны. Вот я предчувствовала это. Так, не раскисать некогда. Мирков вот-вот придет за тобой. Надо бежать. Бежать, значит, признать свою вину. Не признать, а спасти себя. Я выведу тебя через черный ход. Там уже стоит моя машина. Идем. Я с вами. Нет. Идем, идем. Валя. Валь, успокойся. Успокойся. Я не знаю. Куда мы едем? Еще не знаю. Будем петлять, пока не убедимся, что за нами никто не следит. Ну что? Что будем говорить, если следователь придет? Врать будем. Ну, я хоть и злая на Марину, но мужа не хочу подставлять. Давай хоть согласуем, что врать будем. Ну, пришли вместе. Официант подтвердит. Потом вспомнила, что-то и ушла. Дом забыла. Утюг выключите. Да какая разница. Нам все равно не поверят. Привлекут как-то участницы. Уйдут облизнутся. А почему ты на Маринку так злишься? Почему? А мне почему грубишь? А ты видела, как она на Дениса смотрит? Я тебе уже много раз говорила. Ревную. Да не накручивай ты себя. Она на него смотрит, как на друга. А он? Он все время хочет быть рядом с ней. Я просто зверей от этого. Ничего не могу с собой сделать. Все твои фантазии. Зареваю, что эту экстремалку он устроил, лишь бы с ней побыть. Ошибаешься. Вон мусора уже приехали. Где? Так. Ведем себя спокойно, естественно. Улыбаемся. Осмотрите служебное помещение. Здравствуйте. 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 А где Марина Алексеевна? Ушла. У нее что-то случилось? Да? А как давно она ушла? Минут десять назад. Может быть, ей кто-то звонил, она с кем-то разговаривала? Мы с ней разговаривали. Да? А если не секрет, о чем? Обычный разговор подруг. Какие-то проблемы? Подруги, значит? Ну, что там? Карапоткиной в кафе нет. Ага. Проблемы, говорите? Проблемы будут у Марина Алексеевна и, возможно, у ее подруг. Вы передайте ей. Лучше ей не бегать от меня. Все равно найду. Едем к ней домой. Давайте, ребят, бегом. Дача друга. Он уехал, а я пока за ней присматриваю. С самого начала знал, где меня спрячешь? Купил продукты на первое время. Может, лучше сдаться следователю? Какой? Ты же сам говорил, что нужно идти к нему, не дожидаясь приглашения. Марин, не тот случай. Тебя кто-то заложил. И это уже тянет на срок. Хорошо, что я не знал. О чем? Что я была в квартире Татьяны? Ну, хотя бы меня можешь не подозревать. Я почему могу? Тебе могу сообщить Виктор или Валя. Валя что, тоже знала? Да. Марин, ты неосторожно болтлива. Ты что, Валя моя лучшая подруга, даже не думай. Ну, а Витя твой муж и что? Так у Витя есть причина меня ненавидеть, у Вали нет. Она мне вообще всю жизнь благодарна, что я вас познакомила. Да Валя риновала к тебе с первого дня. Ты что говоришь такое? Пока вы с Витей были вместе, она еще терпела. Когда вы расстались, все слетело с катушек. Так я же повода не давала. А ты думаешь, почему она побежала знакомить тебя с Валерой? Она спасалась от ревности. Я с ним поговорю, все объясню. Да она сама знает, что я Витю люблю. Она сомневается, кого люблю я. Мы же не будем ее расстраивать, да, Денис? Заходи. Часто ты здесь бываешь? Когда хочешь побыть одному. Об этой берелоге никто не знает, даже Валя. Да, здесь так уютно, спокойно. А помнишь, как мы в школе сбежали от всех, и два дня прятались на какой-то заброшенной даче? Очень напоминаю, из дачи как мне влетела тогда. А помнишь, чем мы занимались? Помнишь? Да, так можно целоваться только в шестнадцать лет. Без тормозов. Только Валя не рассказывай, пожалуйста. Ну, я же не самоубийца. А повторить очень хочется. Так, Денис, не просто друзья. Да, 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 мои просто друзья. Ну, я рисковал, спасал тебя. Я что, не заслуживаю дружеского поцелуя? Денис, ну, хватит, не хулигай. Ладно, давай ключи от квартиры, я привезу твои вещи. Давай, давай. Хорошо. Сплакайся. Я, наверное, домой пойду. Да где же его носит-то, а? Почему он трубку не берет? Ну, может, полиция их нашла уже? Сидят там, показания дают. А если нет? Что они делают в укромном местечке? Ну, позвони сама. Да я уже звонила много раз. Валь, успокойся. Он приедет, все сам расскажет. Объясни. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, алло. Да, Денис. Это Валера. Да, я ищу Марину. Был сейчас возле ее дома и звонил в квартиру. Там тоже тишина. Я тоже хотела бы знать, где Марина. Секунду. Вы сегодня собирались на посиделках. Что было потом? Собирались. Потом полиция приехала, но она раньше сбежала. Ого, и куда? Да? Я не знаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты что здесь делаешь? А ты чего? Ну, вообще-то это моя квартира. Ты ей помог. Знаешь, Дена? Ведь не знаю. Лапшу мне на уши не вешай. Не задай он мне вопрос. Я врать не хочу, отвечать не могу. Ты меня предал. Я такое не прощаю. Ты же все знаешь. Вся история у тебя перед глазами. Как ты можешь ей помогать? Это мое дело. У меня к тебе тоже много вопросов. Я же их к тебе не задаю. Короче, у тебя есть выбор. Либо ты идешь к Юркову и рассказываешь, где Марина. Либо с завтрашнего дня я тебе увольняю. Дай мне два дня. Я уговорю Марину, она сама придет к Юркову. Два дня. Черт с тобой. Два дня. И проваливай из дома. О, а я не гремлю, чтоб тебя не разбудить. Ты чего не спишь? Что-то случилось? Чего ты молчишь? Знаешь, не до сна. Когда муж неизвестно где. Валя, не начинай. Куда ты ее отвез? Не скажу. Я требую. Слышишь, требую. Ты мне должен доверять. А если тебя будут пытать? Пальцы в дверь. Тут же расколешься. Шуточками хочешь оделаться. Скажи, где она? Не скажу. Я не могу никому доверять. Кто-то же рассказал Юркову тайну Марину. Ты мне подозреваешь, да? Какой ужас. Родной муж обвиняет в подлости. Просто знаю, что ты случайно можешь кому-нибудь рассказать. Я послушаю, я, правда, очень сильно устал. Пойдем спать. Пойдем. 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 Что случилось? У тебя голос такой трагический был по телефону. У меня внутри все горит. Денис пришел во втором часу ночи, уже уставший. И сразу заснул, а я не смогла заснуть. От меня что надо? Я хочу знать, где он прячет Марину и чем они там занимаются. Как мы это узнаем? Он сказал, что продукты и должен отвезти. Мы затаимся и проследим за тем. Меня Костя убьет. Ладно, садись. Я тоже за Маринку переживаю. Они торт заказали трехэтажный. С фигурками и с розочками. У меня молоко закончилось. Идет. Продолжение следует... Птичка, в клетке заскучала. Птичке хочется. На волю. Не торопись. Отпусти, он нас увидит. Не мешай. Все, он, кажется, нас заметил. Все пропало. Я же говорила, тебе не надо так близко подъезжать. Так, еще одно слово. Сама сядешь за руль. Извини, Саша. Посмотрим, что тут весит. Вью над водой, Ой, вью над водой, Ой, вью над водой, Расстилается. Жених у ворот, ой, жених у ворот, Ой, жених у ворот, дожидается. Вывели ему, ой, вывели ему, ой, вывели ему, Пойдет. Пойдет. Тебе че, пацанка? Это я, Артем. Приходится маскироваться. Говори точнее, скрываешься от полиции. Это преступление. А я, значит, соучастник. Не пустишь? Заходи. Не разувайся, здесь грязно. Ну, ты куда пошла? Сюда заходи. Так, вот, вспоминала тот вечер. Вот это я с биноклем в машине. Вот это Виктор. Вот мы с ним ссоримся неподалеку. Так, а это кто? А это убийца. Ну, я в бинокль просматривала всю улицу, никого не было. Из воздуха, что ли, возник? У него было минут десять, пока мы с Виктором ссорились, и я собиралась духом. Так, и какой план? Вычислить убийцу. Замечательно. Главное, все понятно. Подожди, ну, рядом с домом Татьяны полно кафе, магазинов с камерами. Какая-то из них его зафиксировала, наверняка. А вот это нормальный план. Может, кто и попадется. Пока ничего другого я не придумала. Тебе, если помощь нужна, обращайся. Вдруг кто не сговорчиво будет, я его быстро разговариваю. Валь, мне кажется, он петляет. Мы уже здесь проезжали, точно. Понять бы, куда он едет. Я должна знать это место. Должна. На север. Что у нас там на севере? На севере. Да куча деревенек на севере. А у него случаем с Зазнобой нет в северном направлении? Ты шутишь? Или позлить меня хочешь? Он Марину к Зазнобе не повезет. Потому что нет ее Зазнобы. Я бы знала. Я знаю, куда он едет. О, Господи. Он едет в мечту. Там у друга его, который по заграницам мотается. Старенькая дача есть. Денис там часто бывает. Я там тоже была, но Денис об этом не знает. Что? Подозревала, как ты. Зазноба. А он один там просидел до утра весь день. Я в машине сидела, куковала. Утром уехала, чтобы не засветиться. Да, у тебя, конечно, на стороне не погуляют. Так, да, он едет в мечту. Давай остановись возле ближайшего магазина, ладно? Зачем? Перекусить. Я с утра на нервах ничего не ела. Валь, мы его упустим. Мы его не догоним. Не упустим. Я уверена, что он едет туда. Нам надо успокоиться, поесть и придумать план. Тормози, тормози. Вон, вон магазин. Ладно. Я же говорила, что он сюда едет. Да, машина его. Только кажется, там никого нет. Пойдём посмотрим, чем они там занимаются. Да подожди ты. А чего ждать, Саш? Надо придумать просто оправдание. Почему вы здесь вообще? Ага. Ну, вообще-то я жена и имею право знать, чем мой муж занимается с чужой женой. Ладно, всё, Валя. Ты иди, я тебя здесь подожду. Почему? Чего ты боишься? Пойдём. Валя, ты-то женатый можешь здесь быть? И то я под вопросом. А я что здесь? Каким боком вообще оказалась, ты понимаешь? Вообще-то мои друзья как-то это всё не по-дружески получается. Вообще-то ты моя подруга тоже. Пойдём. Чего-то я запустилась вообще. Давай-давай, Саш. Смотри. Мариш, я на кухне обед готовлю. Я сейчас вам покажу Маришу. Валя. Где Мариша? Выследила всё-таки. Ну, ты у меня ищейка. Может, поможешь тогда? Да я сейчас тебе так не могу, чтоб… Валя, всё-всё-всё-всё, успокойся, всё. Выдохните, я помогу. Ну, теперь вся компашка в сборе. Марина где? Не знаю. Вещи в шкафу. Она что, голая по дому расхаживает? На читаревнивой жены застать любовницу в неглиже. Я спрашиваю, где Марина? Не знаю. Так, всё. Марина у нас человек деятельный, наверное, уже ищет преступника. На право, на лево. По периметру участка. В дом давайте, ребят. В дом. Ты навела? Нет. Все друзья в сборе. Где Марина Алексеевна? Сами хотели бы знать. Вы, Денис Евгеньевич, ещё ответьте. За то, что помогали Кропоткине скрываться. А я тут при чём? Я приехал уговорить её сдаться властём. Мы все приехали поговорить с ней, чтобы она не бегала от следствия. Ну, там мы же друзья, она могла нас подслушать. Мы не знаем, где она. Да, честно, не знаю. Вашу честность, мне верится, всё труднее. В доме никого нет. Ясно. Знаешь, какая она невуловимая, да? Вижу, обед готовили. Ждали, что приедет? Ну, не голодными же нам сидеть в ожидании. Потом неизвестно, вернётся она или нет. А хотите, мы вас обедом угостим? Спасибо, я уже обедал. Ещё раз настоятельно прошу передать Кропоткиной, чтобы она не затягивалась явкой в полицию. И уходим. Нам бы вот здесь вертушку, она бы не ушла. Какую вертушку? Вертолёт. Он что, фильмы пересмотрел? Заходите в дом. Коломба, блин. Теперь самое время выяснить, кто из вас двоих рассказал Юркову об этом месте. Может, он сам тебя выследил? Юрков, опытный следователь. Не говори ерунды. Ты рассказала. Валя, я всё равно узнаю. И что? Разведёшься? Ладно, ребят, не ссорьтесь. Это я проболталась с Костей, а он, видимо, сказал Виктору. И так дошло Юркова. Ты когда успела? Когда ты в магазин ходила, успела. Костя позвонил, спросил, где она и рассказала. Ну, это хотя бы похоже на правду. Я испугался за тебя. Я переживала. За тебя. О, Марин. Всем привет. Ты где пряталась? Как тебе идёт? Класс. Ну да, не узнать. Да, на это и расчёт. Голодная, жуткая. В общем, я всё видела и почти всё слышала. Марин, ты прости меня, это я спалила твое убежище. Ешь, это тебе. Теперь нужно искать новое убежище. Никого ничего искать не нужно. Дальше я сама. Что значит сама? Не хочу ставить вас перед выбором. Не хочу, чтобы Юрков вам угрожал. Я свой выбор сделал. Не хочу, чтобы вы в какой-то момент сломались. Я хочу вас уберечь, ребят. Да ты не выживешь. Выживу. Марин, ты что так и говоришь? Ну, мы же подруги. Мы и дальше готовы тебе помогать. Спасибо. Довезёшь Дебурда меня, Саша? Я подвезу. Нет, ты поедешь с Валей. Все. Опять начинаешь? Марин, подумай еще раз. Этот Юрков уже завтра может тебя поймать. Да не беспокойся, он меня не узнает в этой одежде. Ну, хотя бы аккуратней. Да. Валя, я тебя на этот раз спасла, больше не буду. Ты о чем? Это ты стуканула у Юркова. Нет. Ты же сказала Костя. Костя мне даже не звонил. Я все это придумала, чтобы твой брак спасти. Жалко тебя стало. Саша, прости. Я думала, Денис меня бросит. Я вообще не соображала, что делал. Что ты соображала? Просто думала только о себе. Я вообще не понимаю, как ты так быстро могла предать подругу. Такого врагу не пожелаешь. Ты даже не представляешь, в каком аду я живу. Да брось ты заливать, брат. Тебе просто так легче было. И знаешь что, давай-ка ты заканчивай подлечить. Спасибо. Денис, слушай, отличный домик. Может останемся здесь на пару дней? Поехали домой. Если я подыграл Сашке, то это не значит, что я дурак. Денис, я вообще ни в чем не виновата. Поверь. Пойдем в машину. Поехали. Валера! Ух ты! Ничего себе! Я искал роскошную девушку, а нашел очаровательного подростка. Нет. Приходится маскироваться. Классно выглядишь. Спасибо. Непривычно, конечно, но очень удобно, знаешь. Ну, а тебе спасибо за важные слова для меня. Какие? Ну, просто ясно сказал, Валера, мне нужна твоя помощь. И сделал меня счастливым. Веришь? Нет. Но помощь твоя действительно нужна. Отлично. Я подумал, что тебе нужно убежище, поэтому снял для тебя небольшую квартирку. Ой, с удовольствием. Правда? Надоело прислушиваться и оглядываться. Ну, отлично. Поехали. Спасибо. Ты очень вкусно готовишь. А я, поверь мне, в этом кое-что понимаю. Десять лет практики. Ежедневной. Нет, это кое-что другое. Тут нужно чутье и талант. Мне просто нравилось готовить для Вити. Смотреть, как он с аппетитом ест все, что я приготовлю. Это ради этого стоило стараться. А он не ценил такое сокровище. Впрочем, я ему благодарен, что он оказался таким ненадежным. Не надо, Валер. Витя мой муж. Да, он ошибается, предает меня, но это не перечеркивает того, что было. Может быть, ты переоцениваешь то, что было? Нас объединяла любовь и желание иметь детей. Было очень обидно узнать о предательстве в тот момент, когда доктор сообщил мне, что я могу родить здорового ребенка. А ты рассказала ему об этом? Конечно, я первым делом поделилась радостью с ним. Марина, прости, но если мужчина способен покинуть женщину в такой момент, мне кажется, он уже любит другую. А вот это сейчас больно. Да, но кто-то должен. Впрочем, ладно, забыли. Давай ближе к делу. Так, вот, держи, это новый телефон, будешь мне звонить по нему. Спасибо. Возможно, приеду не сразу, а как только смогу. Ты знаешь, за мной следят. За тобой кто? Ну, думаю, твой любимый муж засуетился, а вдруг почует во мне соперника. А это говорит о чем? Что мы двигаемся с тобой в правильном направлении. Вообще-то он уже мой любимый враг. Вот парик. Раз, два, фиолетовый. И еще. Фантазируй, импровизируй, но не увлекайся. Да, и главное, не попадись на глаза Юркова. Хорошо, я постараюсь. Спасибо тебе, Валер. Ладно, отдыхай, я поехал. Денис, пожалуйста, хватит меня наказывать демонстративно. Я ни в чем не виновата. Ты мешаешь мне своей ревностью. Я просто боюсь, что ты меня бросишь и уйдешь к Марине. Вот пока ты не опомнишься, я буду спать здесь. Прости меня, пожалуйста. Валя, ты разрушаешь мой план. Я пытаюсь не разозлиться по-настоящему. Какой план? Все. Ладно, я ничего не спрашиваю. Ну и что мне сделать, чтобы ты меня простил? Во-первых, не ревновать. Не доносить на Марину, не под отцу прятать ее в тюрягу. Это будет тяжело. Но я попробую. Все, спим вместе здесь. Чего? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Возможно, ревновал Татьяну к нему? Или Татьяна решила вычеркнуть его из своей жизни? Я собираюсь это выяснить. Я спрошу у Виктора. У Виктора? Слушай, это опасно. Он просто сразу сдаст тебя в полицию. Ну, это кратчайший путь. Даже если он мне ничего не скажет, я по его глазам пойму, кто этот человек на фотографии для него. Ну, одну я тебя в это логое от зверя не отпущу. Ты уверен? Уверен. Я собираюсь задать Вите еще пару неудобных вопросов, даже не представляя его реакцию. Ну, вдвоем нам ничего не страшно. Пьем чай и поехали. У себя? Марина Алексеевна, послушайте, вам нельзя туда. Подождите. Марина Алексеевна, он занят. Нет, меня уволят, Марина Алексеевна. Прошу вас, остановитесь. Милая девушка, она все равно войдет в кабинет. Ей очень нужно поговорить с мужем. Это же не противозаконно? Все, я безработная. Скажете, что вас заставил грубый мужлан. Кто? Грубый мужлан – это я. Ну, какой же вы мужлан? Хотя, наверное, нужно делать, как вы говорите. Я же приказал тебя не впускать. Мне нужно с тобой поговорить. До жилья охраны совсем дырявая. Я не хочу с тобой разговаривать, Марина. Ты его знаешь? Вижу, знаешь и ненавидишь. А ты еще по помойкам специалист? Бутылки, случайно, не собираешь? Ты зациклился, что убийца я, и другие варианты даже не рассматриваешь. Почему? Ульяна, охрана ко мне. А может, ты сам замешан в ее убийстве? И тебе выгодно подставить кого-то вместо себя? Выведите Марину Алексеевну из кабинета и задержите до приезда полиции. Если хочешь найти настоящего убийцу, значит, не с тебя. Ты отпустите, мне больно. Послушайте, вы не слышите? Вы мне делаете больно. Ну, я так и знал. Отпустите, пожалуйста, Марину Алексеевну. Не могу. До приезда полиция приказано задержать. Ага. Слышишь? Отпусти! Отпусти! Я все понял! Отлично. Ну, нам пора. Прошу. Вот это офигительно, мужлан. Да, алло. Ульяна, позвоните, пожалуйста, следователю Юркову. Пусть переезжает и забирает ее. А Марина Алексеевна ушла. Как ушла? Ну, она вырвалась и ушла. Каламбук, блин. Она изменилась. Осмелела не по ситуации. Я сначала испугалась. Но в этом стало так весело, легко. Охранник явно не ожидал. Не ожидал. Ну, во-первых, бояться не надо. А во-вторых, если драка неизбежна, нужно бить первым. Да. Чувство защищенности для меня в новинку в последнее время. Такое потрясающее ощущение. Придется привыкать. Я отступать не намерен. Спасибо, Валера. Да, простите, а можно еще? Спасибо. Ну, как? Ну, как? Неожиданно. Неузнаваемо. И шикарно. Спасибо. Упс, мне пора. До вечера. А вечером я занята. Ты меня интригуешь. Ну… Здравствуйте. Могу я поговорить с директором или с человеком, который обслуживает видеокамеры? Извините, а у вас видеокамеры работают? Да. Можно посмотреть записи ваших видеокамер входа? Часто на улице мне показали. Только по запросу из полиции. Вы из полиции? Да это просто макет для проформы. Я заплачу. Девушка, я не хочу из-за вас работу терять. Он на записи не сохраняется. Смотрим в рядное время. Извините. Слышная бетафория. Классная идея. Вместе пообедать. Мы раньше тут часто бывали. Помнишь? Как у Маринки начались все эти проблемы, так оно залихорадило. Да, не говори. Ну, ничего. Теперь будем здесь регулярно обедать. Кстати, как ты у Маринки дела? Не знаю. Может, позвонить, спросить? Зачем? Ну так, интересно. Как она? Где живет? Ты сейчас зачем все испортила? Нормально сидели, обедали. А мы нормально сидим, обедаем. Чем проблема? Не надо за меня дурочку делать. Витя по празднику знает, да? Где Марин? Костя, так нельзя. А что я могу сделать? Он нервничает, мы не можем работать. Только и думай, как бы ее найти и сдать в полицию. И ты решил помочь? Наплевав на то, что она моя подруга, да? Ты точно не знаешь, где она? Да точно не знаю. Я ее довезла тогда до центра и вышла, она… Все, больше ее не видела. Тоже мне подруга. Она не хочет никого в искушение уводить. Одна подруга ее уже предала. Может, позвонишь? Нет. На. Поели рыбки. Ладно. О, ничего себе. На работу пора. Скатертью дорогу. А ты хорошенько подумай, кто тебе дороже, муж или какая-то там подруга. Костя, какой ты у меня наивный, правда. Тебя используют, а ты ведешься. Потом самому стыдно будет. Приятного аппетита. Да. Привет. Привет. Марина. Как подругу тебя прошу. Не мешай нам жить, а? Опять ты о своем валюшь. Да не нужен мне Денис. Зато ты ему нужна. Не говори ерунды. Ты же знаешь, мы с ним со школы дружим. Я не буду разрешать вашу семью. Хотелось бы верить. Ну так верь. Ты можешь просто в сторону отойти на время? Он перебесится. Поверь мне, Валюша, я так и сделаю обязательно. Она сейчас мне очень нужна помощь. А мне что делать? С ума сходить? Я буду очень осторожна. Я его не спровоцирую. Я пресеку любые попытки с его стороны. Если они будут, конечно. Просто, пожалуйста, дай нам поговорить. Не, как быть, а? Я тебя видеть рядом с ним не могу. Карму не хочу портить. Просто живи. Будь с ним доброй и ласковой. Вы же прекрасно ладили и будете ладить дальше, поверь мне. Мне нужно поговорить с Денисом. Ты ничего не поняла, да? Это я донесла на тебя в полицию. Из страха. Боже, что ты со мной делаешь, а? Ухвали, Валя. Тебе с этим жить. Врагу не пожелаешь такой жизни. Валя, а если хочешь, ты можешь послушать, о чем мы говорим? Хочу. Только Денис будет против. Не беспокойся, я все устрою. Пойдем? Спасибо тебе, Денис, что позвонил. А давай поговорим в машине, чтобы не светиться на людях. Да. И я хочу, чтобы Валя послушала наш разговор. Надо, значит надо. У меня нет секретов Арджины. Садитесь. Да уж, когда ты так эффектно появилась на работе и не менее эффектно исчезла, Витю просто сорвало с катушек. Представляю. Нет, ты не представляешь. Он начал беситься, орать, что тебя нужно срочно найти и посадить. Так что давай как-то аккуратней. Да, и он попросил узнать Костю через Сашу, где ты скрываешься. Саша не звонила, ничего не пыталась выяснить. Спасибо ей. Да, я сейчас отрабатывал еще другие версии. И покопался в тайныных документах. Нашел кое-что интересное. Посмотри. Насколько я понимаю, это выписка из банка? Да, она взяла большой кредит в банке. И незадолго до смерти сняла все деньги со счета. Так вот, для кого и для чего? И где деньги? Денис, а у меня к тебе просьба. Ты можешь послать эту выписку следователю Юркову? Конечно. Спасибо. Для тебя все что угодно. Скажи, а что за фотографию ты показывал Вите? А покажешь мне? Да, конечно. Может быть, ты тоже его знаешь? Посмотрим. Так, вот. Нет, не знаю. У кого бы узнать? Ну, я по глазам поняла, что Виктор его знает и ненавидит. Согласен. Да, кстати, когда ты ушла, он сказал такую фразу. Вот прям буквально дословно. Марина лезет не в свои дела, для нее это плохо закончится. А теперь я начинаю сомневаться в невиновности Виктора. Он ревновал Татьяну. Он ненавидит этого парня с фотографией. Он разозлился, когда я начала копать в этом направлении. Держи. Да. Марин, послушай, ты не пропадай, ладно? Знаешь, что у тебя есть верные, надежные друзья, которые тебя не предадут. Да, я знаю. Спасибо вам, ребята. Все, я растворяюсь. Хорошо, что вы меня нашли. Я как раз хотела у вас спросить. Прошу. В прошлый раз с вами был мужчина потрясающий. Валера? Ну, он назвал себя мужеланом, он такой смелый. Да, я сама не ожидала с него такой прийти, если честно. Знаете, бывает такое, что ты впервые видишь человека и прикипаешь. Нет, он мне самой нужен. Очень нужен. Понимаю. Может, в другой раз как-нибудь. Так, посмотри на фотографию. Ты узнаешь этого человека? Таня как-то вскользь говорила, что это ее школьный товарищ. Больше ничего о нем не знаешь. И Артем часто из-за него ее бил. Ну, это какая-то мутная история. Так, понятно. Значит, нужно ехать к Артему. А вы не боитесь? Он же бешеный. Мы с ним поладили, представляешь? У нас общая цель – найти убийцу. Так, кажется, за нами хвост. Все, я исчезаю. Это теперь мое главное достоинство – исчезать. Да. Инна Алексеевна. А… Привет. Проходи. Да не туда, а на кухню. Ага. Тебе в актрису идти надо. Да неузнаваемости меняешься. Спасибо. Сейчас, да, пряменько. Присаживайся. Так, смотри. Да. Знаешь этого человека? Это гнида и упырь. Так, стоп. У него есть фамилия и имя. И что их связывал с Татьяной? Присосался к ней и деньги вытягивал. И ее, и мои. Я был против, так она тайком его снабжала. Поедешь со мной к нему? Нет. Я его увижу и придушу. А потом сяду. Я буду держать тебя за руки. У него держишь. И как я увижу, меня крышу реально сносит. Понятно. Так, пиши адрес, сама поеду. Но он не убивал. Она для него дойной коровой была. Я должна знать о ней все. Обо всех, кто ее окружал. Давай еще раз проговорим. Как мы его узнаем? Мне сказали, что он инвалид и каждое утро выходит погулять. Хорошо. Мое предложение такое. Пробежаться по подъезду и узнать, где живет этот наш упырь. Его зовут Никита Воробьев. Может быть, он вовсе не упырь? Ладно. Хорошо. Упырь, гнида. Как еще его обозвал Артем? Бьюсь об заклад. Никита про него тоже самое скажет. Нет. У меня другое мнение. Я думаю, что он вообще открестится и скажет, что не знает никакого Артема. Давай поспорим. Не буду я спорить. Да ладно. Ну, хоть какое-то развлечение. А то я вон все номера машин на стоянке выучил. Да давай. Хорошо. На что спорим? На поцелуй. На дружески. Давай. Ну, ладно. Давай. Отлично. Ну вот, стало интереснее. Так, скажи мне, а хромота может считаться инвалидностью? Не знаю. Прискнем? Никита! Подождите секундочку. Я говорю, подождите, пожалуйста. Да куда ты? Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну что, поговорим? Когда вы в последний раз видели Татьяну? Какую Татьяну? Чё, тебе напомнить или может как-то сам вспомнишь? А, Татьяну? Татьяну? Давно видел. Так, а это не вы на фото? Я. Смотрите, тут и дата есть. Прошлый месяц. Забыл я. Видел ее месяц назад. Но я ее не убивал, честное слово, не убивал. Да зачем мне это надо? Она же для меня, как самый родной человек. Ладно, попробуем тебе поверить. Но при условии, что расскажешь вашу историю. Короче, в школе я ее очень любил, она меня не любила. И я по дурости бросился с пятого этажа. Чуть не расшився. Но выжил. Потом, правда, долго лечился, а Татьяна мне очень помогала в этом. А так помогала, что ты всю жизнь у нее тянул деньги. Чего? Почему? Она сама? Так Артема знаете? А этот? Гнида. Упырь. Он же бил ее. Так, а Виктор? А тут еще хуже. Он запрещал ей даже со мной общаться. Ясно. Татьяна взяла большой кредит в банке. Прямо перед смертью сняла все деньги. К вам денежки уплыли. Сумма большая. Ты чего? Я ничего не знаю про эти деньги. Честное слово. Да ладно, спокойно. Но если узнаю, вернусь. Ну все. Спасибо вам. Ладно. Свободен? Спасибо. До свидания. До свидания. Пойдем. Ну ты чего? Да чего? Это с ними только так. Интересно, зачем ему такие деньги? Это или квартира, или долги по бизнесу. Он вообще странный. Может он игрок? Эту версию мы тоже проверим. Ладно. С какой начнем? С ЖКХ, бизнес или игромания? С той, которой проще проверить. Предлагаю начать от долгов по квартире. Ладно. Здравствуйте. День добрый. Мы из коллекторского агентства. Интересуюсь долгами по ЖКХ одного из ваших жильцов. Некий Никита Воробьев. Ох ж этот Воробьев, что-то зачастили коллекторы по его душу. Да? Мы настроены серьезно. Те тоже были настроены очень серьезно. У него же знаете сколько долгов было? Ого-го. Ну ничего, выкрутился как-то, разгреб долги. А вы из какого агентства будете? Мы собственно из… Да это не важно. Мы уже все выяснили. Да? Простите, спешим очень. У меня есть для вас информация. Марина Алексеевна, настоятельно советую. Сдайтесь полиции. Мне некогда сдаваться. Я убийцу ищу. Значит, записывайте. Никита Воробьев был влюблен в Татьяну еще в школе. Для него она взяла крупный кредит в банке и сняла деньги незадолго до смерти. Для него же. Так это от вас пришли документы по кредиту? Ну что мне остается делать, если следствие топчется на месте? Я и так вам преподнесла двоих подозреваемых. Артем и Никита. А вы себя с мужем забыли. Все, проверьте Воробьева. Вы… Пап… Ну что? Поговорили? Он настоятельно рекомендовал сдаться. На ту напал. Теперь о деле. Ты выиграла спор. Артем действительно для него пупырь и гнида. Я это отметила. Ну и? Что ну и? Ну, как проигравший, я готов тебя поцеловать. Так я же выиграла. Ну, все верно. На что спорили? На поцелуй. Ну, дружеский поцелуй. Ну? Ты свое желание не высказала, значит, что была согласна с моим. Я проиграл спор и готов выполнить твое желание. Слушай, какой ты хитрый, а? Ну, да. Поехали. Марина, извини, если что не так. Ты всю дорогу молчала? Да. Просто не знала, что говорить. Ну, да. Я чувствую себя как мальчишка, который дергает понравившуюся девчонку за косички. Спасибо, что ты рядом. Угу. До завтра. Угу. Добрый день. Добрый день. Кофе, будьте добры. Извините, а можно вопрос? У вас работают камеры видеонаблюдения? Все пишем как положено. А вам зачем? Я просто проходила мимо вашего кафе в день убийства. Какое убийство? Недавно женщину убили в доме неподалеку. А она вам кто? Знакомая. Ее звали Татьяной. Да, я тоже ее знал. Она часто заходила к нам в кафе. Мы даже болтали немного. Всегда оставляла хорошие чаевые. Мне просто показалось, что за мной следили в тот день и хотела проверить. Ничем не могу помочь. Мы не даем сведений о клиентах. Ничем не даем сведения. Дай, давай. Спасибо. Ваша Кофя. От хороших чаевых не откажетесь? Я проведу вас в подсобку, пока хозяина нет, а вы сами посмотрите записи. Спасибо. Вы знаете, кто это? Нет, первый раз вывижу. Ой, вы можете скачать мне эту запись? Я заплачу. Давайте только быстрее. Спасибо. Мне кажется, что это неловимый знакомый есть в этом человеке. Приятного аппетита. Прошу прощения за свое неожиданное вторжение. Мы вообще-то собирались спокойно пообедать. А я ненадолго. Марин, ты опять что-то там устраиваешь? Я же говорю, я обедаю. Это непонятно. Можно, пожалуйста, оставить нас в покое? Хорошо. Саш, тогда посмотри ты. На Костю я не рассчитывала. Мне лично знаком этот мужчина. А тебе? Марин, что это? А это еще один подозреваемый в убийстве Татьяны. Все. Хватит испытывать мое терпение. Я сейчас вызову полицию. Вызывай. Заодно объяснишь, зачем следил за Татьяной и задолго до ее смерти. Костя, это что, правда ты? Чего ты добиваешься? Я хочу знать правду. Или ты забыл, что Витя обвиняет в убийстве меня? Правду. Хорошо. Да, это я. Он меня попросил следить за Татьяной. Подозревал ее в измене. Хотел, чтобы я все выяснил. Выяснил? Выяснил. Никого у нее не было. Так я ему и сказал. А он так тебе и поверил. Я не знаю. Хочешь, иди спроси у него. Я лучше попрошу Яркова. Саша. Марина, ну ты же не собираешься эту видеозапись показывать следователю? Именно это я и сделаю. Пожалуйста, не надо. Они же станут его подозревать в убийстве. Саша, а что ты мне прикажешь сделать? Выбросить эту запись? Сделать вид, что ее не существует? Что? Ну я не знаю. Мы же с тобой подруги. Просто пожалей нас. Я его очень сильно люблю. Я беременна. Марин! Как ты меня выследил? Юркова уже вызвал? Подожди, надо поговорить. По-моему, мне нужно бежать, пока полиция не приехала. Да подожди. Никому я не говорил, да ты скрываешься. Я тебе не верю. Ты мне столько горя принес, что я не могу тебе больше верить. Марина. Марина, давай отойдем и нормально поговорим. Ты бы меня еще наручниками приковал. Я уже сомневаюсь, что это ты убила, Таня. Что же произошло? Ты с таким упорством ищешь убийцу, что не боишься выйти сама на себя. Воробьев тут ко мне прибегал с жалобами на тебя. Он в моем списке подозреваемых. Потом Костя. Он тоже в моем списке. Кто еще в твоем списке? Ты. А знаешь, я удивлен твоей активностью и энергией. Ну, я же обещала тебе найти убийцу. Марин, я прощения хочу попросить, что обвинял тебя. Слушай, я договориться хочу. Ты ищешь убийцу, я тоже хочу его найти. Если что-то узнаешь, пожалуйста, расскажи мне. Хорошо. Договорились. Я, кстати, твой счет разблокировал. Спасибо. А я приготовил ужин. Спасибо, не хочу. О, катались и в крутые горки. Я очень устала, но не физически. Навалилась одна моральная проблема, которую я никак не могу решить. Вот что я тебе скажу. Никакие проблемы не решаются на голодный желудок. Садись. Давай, 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 давай. Сейчас мы с тобой поужинаем, и ты мне все расскажешь. Если захочешь. Идет? Идет. Извини. Да, Денис, что случилось? Марин, я нашел очень важные документы. Я, кажется, знаю, кто убил Татьяну. Где и когда встречаемся? Давай на даче там, где ты пряталась. Я позвал Виктора, там вам все расскажу. Угу. Денис знает, кто убил Татьяну. У него есть какие-то доказательства. Мне нужно идти. Нет, нет, нет. Одного идти не отпущу. Только со мной. Так. Но только я должна быть одна. Он написал, никому не говори, никому не доверяй, это опасно. Ладно. Я буду рядом с этим местом, а ты на всякий случай пиши все на диктофон. Поехали. Поехали. Марина? Ты что здесь делаешь? Меня Денис позвал. Дверь была открыта. Я тебе не верю. Давай рассказывай, зачем ты меня сюда заманила. Я повторяю, меня пригласил Денис. У него важное сообщение. Почему ты мне не веришь? Еще и друзьями моими прикрываешься. Зачем ты это делаешь, Марин? Для чего? Зачем тебе это надо? Ведь тебе будет очень стыдно за свои слова. Черт возьми. Т�... Ай да. Весь, Боря? Его, слышал. Весь что не меня? Наконец. Явился. Денис, скажи уже, кто убил Татьяну. Таню. Таню убил Витя. Что ты несешь? Я говорю правду. Тебе не нравится? Спокойно. Объясни, что происходит. Объясни, Марьян. Объясни. Устал я. Устал. С тобой изображать бессмертную школьную любовь. С тобой играть лучшего друга начальника. Ты о чем? Марина, ты всегда была сообразительной своего мужа. Хотя, ты же не догадалась, что фотографии, где видится любовница, отправил тебе я. Что? Да. У меня было две задачи. Первая, чтобы запустить в тебе процесс ревности. А вторая, убрать Костю из списка друзей. Так это ты разгромил магазин Саши? Да, ну что ты. Для этого я специальные люди. Ну, жалко, что Костя не повелся на грандиозный скандал, но вот ты, Марина, ты просто меня порадовала. Ты разошлась на полную катушку. М? Перейдем к делу. Витя, запоминай. Нож, твое любимое орудие убийства. Ну, примерно таким ты и убил, Таню. Ты ж в райом уме. Зачем мне ее убивать? За измену, Витя. Она ж хотела тебя бросить. Да и к тому же воровала твои деньги, относила своему любовнику Воробьеву. Ты же просил Костю за ней проследить. Это же правда. Ну, а теперь самое интересное. Этим ножом ты убьешь, Марин. Как же ты забореденец. Марин, я тебе очень благодарен за твое расследование, что ты помогла мне создать убедительную легенду. Поэтому в благодарность ты умрешь быстро. Ну, чего вы так на меня смотрите? Да, друзья мои, вы исчезнете, а компания станет моей. Все логично. Марин, твой труп найдут в этом доме, а Витин... Витин вообще не найдут. Витя, давай возьми твою веревку и свежи ей руки. Я не буду этого делать. Тогда первый выстрел будет в ногу. Витя, делай, что он говорит. Свежи. Юрков Петр Иванович? Он самый. Дело убийства Татьяны Сельдовой вы ведете? Да, я. Я скинул адрес, точку геолокации. И что там? По вашему делу новые трупы намечаются. Нужна помощь. Желательно вооруженная. Расскажите подробнее, что у вас там происходит. Некогда. А ты так разозлила своего мужа, что он просто взял и прикончил тебя. Вот этим вот ножом. Давай. Давай. Жить хочешь? Что, пристраиваешь? Хочешь проверить? Вяжи, вот че стоишь. Руки. Валера. Алло, скорая у нас раненый. Валера. Валерочка, миленький, не умирай. Валера. Валера, пожалуйста. Я так понимаю, писать чистосердечное вы не будете, да, Денис Евгеньевич? Я не сумасшедший, чтоб себе приговор сочинить. Я юрист, я знаю, как защищаться. Ну, тогда обойдемся без ваших признаний, и так все ясно. Есть аудиозапись всего, что происходило в квартире. Вы там были очень красноречивы. Меня заставили так говорить под дулом пистолета. Да? Есть еще показания свидетелей. Каких? Марина и Виктор? Ну, так они муж и жена, а, как говорится, одна сатана. Им выгодно повесить на меня это убийство. Хватит. Хватит, Денис Евгеньевич. Изворотливаясь вам не поможет. Через два дня вы меня отпустите. А на какие деньги вы купили кондитерский цех? Накопления. Многолетние трудовые накопления. А может, вы просто воровали деньги у Кропоткина? Как юрист, на себя замыкали договоры с заказчиками, а выручку клали в карман? Докажите. Татьяна, как бухгалтер, вскрыла ваше воровство. Собиралась рассказать обо всем. Но не успела. Вы ее убили. А стрелки перевели на Марину. О, все. Я больше не скажу ни слова без своего адвоката. И на бегство от полиции. Марину спровоцировали тоже вы. Правильно рассудили. Раз бежит, значит, виновна. Докажите. Обязательно докажем. А специалисты уже работают с бухгалтерскими документами и договорами заказчиков. Уведите. Уважав. 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 Сашка, как только сказал, я с Розы приехал. Да выживет он. Вить, я вот что хотел тебе сказать. Ты, конечно, феерический козёл. Согласен. Я, в принципе, тоже недалеко от тебя ушёл. Что делать дальше, не знаю. Да. Я бы на твоём месте попросил прощения у Марины. Не, Костя, не простит она, она другую стала какой-то. Всё будет хорошо. Он мужик крепкий, выдержит. Он меня спас, понимаешь? Он же знал, что у Дениса оружие, нож и всё равно пошёл меня спасать. И я об этом же. Настоящий мужик выкарабкается. Только бы пришёл в себя, а я его выхожу. Маринка, я так рада за тебя. Ты о чём, Саша? Ещё бы чуть-чуть, и Денис убил бы меня, как Татьяну. Если бы не Валера… Я об этом же. Мне кажется, что ты нашла свою любовь. Нет, что ты… Валера, он мой друг. Настоящий друг. Да, друг, конечно. Можно совет? Не прячься от своего чувства. Маринка, Маринка, постой. Марина. Маринка, постой. Как он? Всё будет хорошо. Он нам жизнь спас. Я знаю. Маринка, ты прости меня. Я… Я идиот. Ты тоже прости меня. За мою глупую, слепую любовь к тебе. Нужно было давно отпустить тебя и принять, что это навсегда. Но я всё цеплялась, пыталась объяснить, понять. Значит, прощаешь, но не забываешь, так? Из-за него мне нужно Валеру выхаживать. Он пострадал из-за наших разборок. Это мы виноваты в его ранении. Его могли убить вообще. Понятно. Прости. Марин, я накосячил. Сашку грыз, чтобы она с тобой не встречалась. Прости, пожалуйста. Мне очень стыдно. Да. Стыдно нам всем. Может, я тебя подвезу, а? Нет, спасибо. Я пройдусь и подумаю. Извинился? То, что я сделал, не прощается. Ты, пожалуйста, ни о чём не беспокойся. Я буду рядом, и ты быстро поправишься. Хочешь, я буду приглядывать за рестораном? Ну, ты же сам говорил, я хорошо готовлю. М? А такие хорошие слова ты вчера говорила. Ты же был без сознания. Да, был без сознания. Но слышал. Прости, пожалуйста, я просто очень испугалась. И что им теперь сделать? Снова потерять сознание? Хорошо, понял. Ну, давай позовем злодеев. Злодеи! Несите пистолет, стреляйте. Делайте что, что хотите. Только я хочу её снова услышать. Спасибо тебе, Валера, за то, что ты рядом. Я жива только благодаря тебе. Иди сюда. Что? Ну, наклонись, я хочу сказать тебе что-то важное. Я вчера испугался, что не успею это сказать. Но теперь, Марин, я люблю тебя. Повтори. Я тебя люблю. И мы нарожаем кучу здоровых детишек. Обещаю. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода. Продолжение следует...